Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос локально, то есть вот непосредственно, конкретно, то я бы сказал, что необходимо вам от мужчины своего уйти. Потому что до тех пор, пока вы с ним, до тех пор, пока вы живёте с ним вместе, и даёте ему, по сути, всё то, в чём он нуждается, что ему нужно. Резония и смысла уходить ему от вас нет и быть не может. В мужчине такое существо, что без стимула делать не будет абсолютно ничего. К счастью или, к сожалению, это уже решать не нам. Поэтому, если вы его любите и если вы хотите, чтобы у вас были хорошие, здоровые отношения, то я рекомендую вам от него уйти или хотя бы поставить его перед фактом, что либо он уходит от своей жены, да, либо вы от него уходите, так хотя бы у вас появится возможность его простимулировать. Вот. Ну, на какое-то поведение. Вот. Это первое. Это если отвечать на ваш вопрос локально. Второе. Второе, что нужно понять. Это то, что если вы выбрали себе в мужчины, да, если вы выбрали молодого человека себе женатого, да, то нужно понимать, что он с вами, потому что в сравнении с его женой, с его женой вы, ну, выигрываете. То есть у вас есть достоинства, которых нет у жены, по его мнению, по мнению мужчины. Но, если они с женой прожили 10 лет, то, наверное, есть что-то в его жене такое, что ему нравится, есть что-то в его жене такое, что его устраивает, что ему прямо вот по душе и так далее. Понимаете? Ведь 10 лет это не шутки. 10 лет это не шутки. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вот на это вам стоит обратить внимание. То есть подсмотреть у жены, как она сделала так, да, как она смогла удержать человека. Вот мы сыну, да, значит, так долго, 10 лет. Что было, что происходило. Понимаете? Вот. Вот. Вот это, пожалуй, очень важный момент. По-настоящему важный. Вот. Ну, потому что, от этого зависит, по сути, ни много ни мало, ваше взаимоотношение с этим человеком. Вот. Если вы действительно его любите. Вот. Это если отвечать на ваш вопрос локально. А теперь рассмотрим ваш текст глобально. Ну, вот именно, именно в глобальном смысле слова, да, именно в глобальном контексте рассмотрим текст ваш. Да? Вы пишите, что, значит, уже год встречается с живой женатым мужчиной. Почему? По какой причине, Татьяна, вы решили связать свою жизнь с женатым мужчиной? Еще раз повторю. Вы сознательно выбираете себе в качестве молодого человека мужчину, который женат. Для чего? На что вы рассчитываете? Вот. Считаете ли вы себя достойной такого? Я имею ввиду женатого мужчины. Вот. Это важный момент. Ну, потому что от этого зависит, опять же, то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами и то, как вы себя преподносите им. Дальше. Дальше. У меня есть сын, пишите вы. От предыдущего брака. Так. А. У него есть сын, а у вас от предыдущего брака двое детей. А. Я официально разведена, а вот он не торопится разводиться. Так. Вот посмотрите. Вы разведены. Вы разведены. Значит, официально. Официально. Ну, официально разведены, это хорошо, но ваши отношения с первым мужем, получается, не сложились. Ну, по какой-то причине, да? Почему? Почему они не сложились? По какой причине они не сложились? Что были там у вас за проблемы, вследствие чего отношения не сложились у вас? Понимаете ли вы, что вот эти проблемы, которые у вас были с первым мужем, да, вот, эти отношения, они, эти проблемы, точнее, могут дать знать о себе, вот, в новых отношениях. Если вы их не разберете, то есть, если вы не увидите эти самые проблемы, которые у вас имеют место быть, вот, понимаете, какая история? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы об этом не задумывали. То есть, здесь еще раз, здесь еще раз, момент, именно такой, понять, вследствие каких обстоятельств вы со своим первым мужем разошлись. Вот. Это очень важно, если вы хотите разобраться, вот, в отношениях, ну, в своих отношениях с ним, вообще в своих отношениях с мужчинами, как таковыми. Дальше. 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 Вы пишите, что ваш мужчина, да, который, с которым вы сейчас, в отношениях, он разводится, не торопится. А если он разводится, не торопится, то почему не тогда вы с ним в отношениях? То есть, нажили с ним жить и так далее. А обещания с его стороны, ну, имели место быть или как, или что? Какие, какие обещания? А, что это за обещания были? Да. То есть, по какой причине вы поверили мужчине, поверили его обещаниям? Ради чего? Для чего? Понимаете? Вот. Понимали ли вы, на что идете? Вот, ну, в данном аспекте. А дальше, если мне позвонить бывшему, чтобы поговорить с сыном, я выслушиваю истерику от своего молодого человека. Значит, соответственно, это ревность, да, неуверенность в себе. Зато он, глядя мне в глаза, врёт, что с женой не общается, когда своими глазами видела вызовы и смс и их переписки в соцсетях. Ну, вы, знаете, незавершенность какая-то. Даже не так, вы видите, что мужчина незавершил отношения с своей женой, да, вот, ну, не знаю, бывшая, бывшая, небывшая, ну, просто, незавершила на отношениях, значит, с ней. Вот. И вы всё равно пребываете в этих отношениях с ним. Вот. То есть, да, он ревнует. Да, он вас ревнует. И да, он общается с твоей женой. Так обычно и бывает, когда человек вступает в одни отношения и в другие. Это нормально. Поэтому, тут вопрос, опять же, к вам. То есть, вопрос к вам, насколько вы, так сказать, ну, может быть, сознательно действуете? И какие цели у вас? Дальше. Так, говорил, что звонил и писал СМС сыну, а не Жене. Ну, я не верю ему, потому что сидяк, он писал ей, что я ему не нужна. Она... Так. Ну, я ему не верю, потому что сидяк, он писал ей, что я ему не нужна. А откуда вы это знаете, Татьяна? Да. Она зовет его назад садиться, он ответил ей, что не знает. А... Потому что отношения не завершены еще, и... Он знает, что может в любой момент вернуться к ней, и это как бы... Его успокаивает. Но при этом мужчина дорожит вами. Тоже. А вы позволяете ему так эгоистично себя вести с собой. Так, ревнует каждому столбу, меня постоянно обвиняют чем-либо, хотя за это время я ни разу не давал повода, никогда не выговорил ему. Ну, знаете, звучит как оправданного. Звучит как века такая детская позиция. Вот он меня обвиняет, а я же ни в чем не виноват. Вот. Мужчина обвиняет вас не потому что вы в чем-то виноваты. Да, и ревнует он вас не потому что вы действительно даете ему повод. А ревнует человек, как правило, проектируя свои собственные конфликты. на другого. По сути. Вот. Поэтому здесь ваша интерпретация в стремлении, в желании оправдать, ну, оправдаться, да, выглядит как-то очень, я бы сказал, наивно. Как бы вот то, что вы никогда не лжете, точнее, никогда не лгали ему. Вот. Это тоже, это тоже очень наивно выглядит здесь. Вот. Ну, потому что, потому что, такое впечатление, что вы просто отказываетесь понимать, вот, ну, своего мышца. Мужчину, в принципе. Вот. А может быть, не хотите понимать его, его. Так. Я не понимаю его поведение. Зачем, брат, мне, что он у меня только я, любит только меня, например, у моей спины общается с женой. Потому что ему комфортно, и он знает, что может с ней вернуться, и боится потеряться с ней связь. Говорит, что когда писал ей, что я ему не знал, я ссор лицем был пьян, я считаю, что это не оправдание. Ну, это вам еще, если это не оправдание, короче, он выйдет с ним, значит, получается, что он оправдался. Я неверимый, но очень люблю, что мне делать, как бы, как бы, ну, я вам ответил. Он сказал, что понимает, что не брал, что сдал от моих скандалов, но, видимо, он не понимает, что сам виноват в том, что я так себя веду. Ну, здесь я считаю, что ответ моего коллеги Гудрышова Игоря Леонидовича является абсолютно верным по отношению к вам. Повторять не буду. Его, его повторять не буду. Вот. Когда он не верал, у нас все было хорошо. Вот, обратите внимание на вашу формулировку. Когда ты не верал, у нас все было хорошо. Где ваша ответственность? Знаете, у вас все было хорошо, получается, только из-за него. то есть получается, что это мужчина полностью несет ответственность. Эммм. Зато, чтобы у вас все было хорошо. Это так не работает. Вы отвечаете за отношения. Вы отвечаете за отношения. Так же, в той же степени, что и мужчина. Понимаете? Вот и все. И вот здесь я согласен с коллегами, что вам нужно это принять. Вот здесь я согласен с коллегами, что вам нужно принять этот аспект. Чтобы не было такого, что пока ты ведешь себя определенным образом, у нас все хорошо. Понимаете? Это, на мой взгляд, наивная позиция. То есть я даже не наивная, а она безответственная позиция. Такое впечатление, что за отношения вы сами никак не отвечаете. То есть вы, например, не заботитесь о своем благополучии в отношениях. Вот. Ну, не заботитесь об этом. Абсолютно. Так? Вот. А мужчина, значит, несет повышенную ответственность за данный аспект. Это является, опять же, с точки зрения взрослого человека, несколько деструктивной моделью поведения. Вот. Но! Смотрите. Предположим, что вас устраивает такая, ну, модель, скажем так. Да? Предположим, что вас устраивает такая модель поведения, когда мужчины там, ну, грубо говоря, все решают. За вам. В таком случае вам нужно просто принять реальность, и если вы выбираете позицию ведомой, то будьте ею. А то вы не определились, вы ведете себя как ведомая, но хотите равенство в отношениях. Партнерство. При этом для равенства и партнерства вы делать так вот по тексту ничего не хотите. Понимаете? Вот. И в итоге можно сказать о том, что вам нужно определить свои желания, свои цели и средства. Какие вы будете использовать для получения результата, который вам нужен. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все, все. Надеюсь, что ответ мой был вам полезен. А если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо за внимание. Продолжение следует...